Hi, it's Natalie. Сегодня у нас с вами не совсем привычная тема. В этом видео я хочу попросить вас, учителей и школьников, которые собираются сдавать ЕГЭ по английскому языку, подписать петицию и потребовать, наконец, ввести четкие критерии формулировки темы СЕ. Давайте разберемся, почему это важно. Если вы учитель, вы знаете, что многие студенты год от года проваливают экзамен из-за того, что получают ноль за СЕ. Проблема в том, что зачастую это происходит не потому, что студент плохо подготовлен или имеет низкий уровень владения английским языком, а потому, что тема СЕ противоречит логике, заставляет студентов сравнивать принципиально несравниваемые вещи, тема сформулирована слишком общо, в теме СЕ используются такие субъективные понятия, как легче, труднее и так далее. Я вам приведу примеры по каждому из этих пунктов, но давайте начнем с самого начала. Итак, в письменной части ЕГЭ по английскому языку студентам предлагают написать СЕ и следовать следующему плану. Этот план изначально подразумевает, что тема СЕ должна предполагать наличие двух принципиально различных точек зрения. Документы, опубликованные на сайте ФИПИ, это подтверждают, и в этих документах четко говорится, что студент должен осветить дискуссионность темы, показать наличие противоположных точек зрения. То есть понятно, что нельзя делать темой СЕ такое утверждение, что Земля круглая. Это факт, и здесь не о чем спорить. Или то, что чрезмерное употребление алкоголя ответит здоровью. Это общепринятое мнение. И то, что некоторые люди могут это оспаривать, не делают эту тему достойной дискуссии. Все это кажется очевидным. Но, к сожалению, подобные темы очень часто встречаются в ЕГЭ. Приведу примеры. Замечу, что все эти темы взяты из официальных документов в сайтах ФИПИ. Например, вот такая тема. Некоторые люди считают, что экстремальные виды спорта помогают сделать характер сильнее. То, что занятие любым спортом помогает сделать характер сильнее, является общепринятым мнением. Здесь не о чем дискутировать. Просто подумайте, какие аргументы здесь можно привести против. То есть, что экстремальные виды спорта не помогают строить характер. Следующая тема. Некоторые люди считают, что изучение иностранных языков является пустой тратой времени и денег. По-моему, здесь тоже нечего обсуждать. Наличие людей, которые так считают, совершенно не делают эту тему достойной спора. Полезность изучения иностранных языков является общепринятым мнением. Следующая тема. Человек, который свободно говорит на иностранном языке, может легко работать переводчиком. Это один из моих самых любимых примеров. Переводчик – это профессия, такая же, как и любая другая. Профессия предполагает, что человек, который ей занимается, владеет набором конкретных профессиональных навыков. То есть, не каждый, могущий писать, может быть писателем. Не каждый, могущий бегать, может быть профессиональным спортсменом. Точно так же, не каждый, свободно говорящий на иностранном языке, может быть переводчиком. Это очевидно. Это факт. Здесь нет противоположных точек зрения. Следующая тема. Человек, который свободно говорит на иностранном языке, может легко обучать ему. То же самое, что и в предыдущей теме. Пойдем дальше. Следующая тема. Защита окружающей среды является ответственностью государства. Опять же, это всемирная практика и общепринятое мнение, что окружающая среда – это проблема, которой занимаются органы государственной власти. И вообще, это записано в Конституции Российской Федерации, что государство должно обеспечивать защиту окружающей среды. Здесь нечего обсуждать. Это так и есть. И я ни разу не встречала людей, которые бы с этим спорили. Так же тема. Одежда, которую носят люди, может влиять на их поведение. То, что одежда, которую мы носим, может влиять на наше поведение, это, по-моему, интуитивно понятно каждому. Поэтому в офисе носят деловые костюмы. А на дискотеке более неформальные наряды. Вот мне интересно, какие аргументы должен привести выпускник в поддержку мнения, что одежда не может влиять на поведение людей. А вот выдержка из официального документа сайта ФИПИ про типичные ошибки студентов. Одна из типичных ошибок – неумение сформулировать проблему так, чтобы показать ее противоречивый характер. Вот как может студент показать противоречивый характер факта или общепринятого мнения? Это абсурд. Это только первый пример тем, которых в экзамене государственного уровня быть не должно. Обратите внимание, что если за решение коммуникативной задачи студент получает ноль, то из-за все эссе автоматически выставляется ноль. Вот как можно объективно оценить, что студент не решил коммуникативную задачу, если ему приходится писать проблемное эссе на непроблемную тему? Опять же, все бы ничего, если бы мы говорили о тестах местного уровня. Здесь же мы говорим о судьбах школьников, которые, получив ноль за эссе не по своей вине, не могут поступить в выборный вуз, на выборную специальность. Мы говорим о судьбах людей. Но пойдем дальше. Ясно, что если тема звучит, например, как «зоопарки – это хорошо», противоположная точка зрения будет «зоопарки – это плохо». По крайней мере, так должно быть. Но не все так просто в темах эссе в ЕГЭ. Рассмотрим такую тему, тоже взятую с ФИПИ. В каждом большом и маленьком городе должен быть зоопарк. Предположим, что я согласна с этим высказыванием и в своем эссе даю 2-3 аргумента в пользу своей точки зрения. Но затем мне надо сказать, что некоторые люди думают ровно наоборот, то есть что не в каждом большом и маленьком городе должен быть зоопарк. Здесь проблема в том, что, скорее всего, составители этой темы хотят, чтобы студент написал эссе об аргументах «за» и «против» зоопарков, а не о том, в каждом ли городе должен быть зоопарк или не в каждом. То есть тема сформулирована не точно, и каждый студент должен догадываться, что же от него требуется. Если вы хотите, чтобы студент написал эссе на тему «за» и «против» зоопарков, так и сформулируйте тему. Например, это может быть Еще одна тема эссе с той же самой проблемой. Все люди хотели бы работать из дома. Опять же, если вы хотите, чтобы студент написал эссе о плюсах и минусах работы из дома, так и сформулируйте тему. Например, это могут быть такие темы. «Дискусс the advantages and disadvantages of working from home» или «It's better to work from home than in an office». Эти две темы я взяла из списков тем эссе для кэбриджских экзаменов и для IELTS. Темы очень четкие и однозначные. В нашей же теме непонятно, писать про «за» и «против» работы из дома или что все или не все люди хотели бы работать из дома. Нарушение логики здесь налицо. Нарушение логики в эссе – это еще одна типичная ошибка, указанная в официальных документах. Вот мне интересно, как может быть логичным эссе на нелогично сформулированную тему. Итак, мы показали, что очень часто темы эссе в ЕГЭ не являются дискуссионными и сформулированы нечетко, допуская различные трактовки и заставляя студентам гадать, что же имел в виду составитель экзамена. Но это еще не все проблемы. Итак, третье. Зачастую темы эссе просят наших выпускников сравнивать принципиально разные вещи. Вот, например, тема с ФИПИ. «Находить друзей легче, чем их сохранять». По-моему, это то же самое, как предложить тему «Просыпаться с утра легче, чем засыпать ночью». Это совершенно разные вещи, их нельзя сравнивать. Также подобные темы звучат больше как аргументы в пользу какой-либо точки зрения, нежели как темы эссе, так как использована очень субъективная оценка «проще». Кому-то проще, кому-то сложнее. Это не предмет темы эссе. Также как оценки «приятнее», «вкуснее». Это вопрос вкуса и характера, а не предмет дискуссии. И последний, четвертый, очень важный пункт. Тема эссе не должна быть очень широкой и сформулирована очень общо. Приведу пример. Тема с ФИПИ «Спорт объединяет людей». Спорт – это слишком широкий термин для эссе на 60 минут. Непонятно, что имеется в виду. Олимпийские игры и чемпионаты мира по футболу или занятия спортом в школе и местных секциях. Смотреть футбол или им заниматься. Это все очень разные категории, которые невозможно сравнивать. Использование в теме эссе таких широких терминов, как «спорт», во-первых, заставляет студента самому решать, о чем писать. Что впоследствии может привести к тому, что понявший тему по-другому проверяющий ставит ноль за содержание. А во-вторых, ведет к тому, что студент будет вынужден в одном и том же эссе говорить о совершенно разных вещах. Например, во втором абзаце писать, что я считаю, что занятия спортом в школьных секциях объединяет школьников. А в третьем, что некоторые люди считают, что болеть за разные команды разъединяет болельщиков. Это разные вещи, которые нельзя сравнивать. Итак, в конце давайте еще раз кратко сформулируем наши требования. Первое. Темы эссе должны предполагать наличие противоположных точек зрения, быть дискуссионными. То есть, такие темы, как a person who is fluent in a foreign language can easily work as an interpreter недопустимы. Второе. Темы эссе должны быть четкими, однозначными, исключающими возможность различной трактовки. То есть, такие темы, как every city and town should have a zoo недопустимы. Третье. Тема эссе должна предполагать, что студент будет сравнивать противоположные точки зрения на один предмет, а не сравнивать два различных принципиально несравниваемых предмета. То есть, такие темы, как it's easier to make friends than to keep them недопустимы. Четвертое. Тема не должна быть сформулирована слишком широко. Широкие термины типа спорт должны быть сужены, чтобы студент точно видел, о каком понимании этого термина он должен писать. То есть, такие темы, как спорт unites people недопустимы. Дорогие учителя, если вы не хотите, чтобы результаты ваших студентов определял случай или произвол составителей или экзаменаторов ЭГЭ, я вас прошу подписать эту петицию. Ссылка внизу. И попросить ваших коллег сделать то же самое. Только так мы можем быть услышаны и защитить наших учеников. Делитесь этим видео со своими друзьями и коллегами. Оставляйте ваши комментарии под этим видео. See you soon. Bye-bye.